Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Сегодня мы научились принимать как данность абсолютно все, но почему-то даже в самой развитой стране люди остаются один на один со своей бедой, когда в семье рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. О проблемах детей-инвалидов и их маленьких радостях подробнее говорим с Тамарой Толоконниковой. Давайте начнем с хорошего, с последнего фестиваля, который у вас прошел. Расскажите немножко о нем. Фестиваль – это было завершение нашего проекта, который называется «Как прекрасен этот мир». Этот проект имел три мероприятия. Одно из мероприятий – это стационарная работа кружка, которую мы называли «Школа ремесел», где дети вместе с родителями занимались различными видами прикладного искусства. Второе мероприятие мы провели в нашем любимом зеленом бару – это «Ласково». И третий, завершающий этап – это был фестиваль творчества. Сначала я думала, что моя семья, но сейчас, оказывается, мы попали как раз в год культуры. И этот год – год культуры, и год, где разрабатывается концепция семейной политики, государственной концепции. Поэтому все было к месту, к делу. И мы провели этот фестиваль 25 ноября, тщательно готовившись к нему, в Доме общественных организаций. Этот фестиваль у нас в этот раз немножко расширены рамки. То есть это не городской, поскольку организация наша городская, мы его провели как областной. То есть у нас были представители других регионов и даже Подмосковье. А насколько сложные детки? Все-таки давайте не будем забывать, мы говорим о болезненных детишках, ребятах, возраст, количество. Наша организация существует 20 лет, и поэтому все силы, которые мы отдавали на воспитание наших детей, на их реабилитацию, это, в общем-то, сказалось. Вот я хотела спросить, чем вы отличаетесь от остальных? Или вы просто дополняете их, помогаете? Есть какое-то отличие? Ну, во-первых, мы, мы, это первые, одни из первых организаций, которые начали существовать в тот период, когда все повернулись к инвалидам, как бы это были 90-е годы. Сложные, надо сказать, очень. Да, да, но в то же время, вы знаете, было много положительного, потому что мы сидели где-то, мы нас не знали, нас нет, нас не существует, инвалидов нет. А потом, пожалуйста, появилось всероссийское общество инвалидов, Москва, по районам, в каждом городе. То есть вы учите контактировать, прежде всего, здорового ребенка с тем, у которого что-то не так? Ну, да, мысль такая была, чтобы, хотя наше общество, по-моему, до сих пор не очень к этому готово, но, тем не менее, тогда это получалось. Вот, правда, я даже удивилась. Потом мы попали в струю как-то, нам помог один из депутатов, и мы, значит, открылась школа «Вера». Я тоже об этом пишу, потому что это только благодаря родителям. Вот сейчас Центр «Вера», реабилитационная школа, интернат. Вот. Поэтому родители молодые, работать надо, а детей оставлять от них нельзя. А вы помогаете решать какие-то конкретные проблемы? Нет инвалидного кресла или дом не оборудован пандусами, вы помогаете раздобыть какие-то документы, правильно все это дело сделать? Вот вы знаете, к счастью, мы, как вот только организовалась наша организация, вот были детки маленькие, потом они росли и росли, они все как бы у нас вот одна дружная семья, да? Как гнездо. И да, и получилось так, что они сейчас выросли, и, к счастью, вот проблем, вот, ну, опорный двигатель, опорный прям единица у нас, правда, и то, которые все-таки они движутся, передвигаются сами как-то. Ну, там девочка одна вот с помощью мамы всегда за ручку, но она бойко ходит, и только ей поддержка нужна. Вы за кадром сказали, что два последних года были сложными. В чем это заключалось? Очень сложными. И вот это связано с тем, что там, где мы находились, институт в Немс, называется, на Южном, прежние руководители к нам относились с величайшим уважением и проявляли милосердие по отношению к нам. Если даже что-то было не так, они мне всегда спрашивали, вас устраивает то, что вы здесь находитесь? Я говорю, вполне. То есть комната у нас была, я не скажу, что там все шикарно, там были свои недостатки, но она была просторная, большая. Там была уютная, всем хватало места. Обжитая, обжитая. У нас там и сцена, у нас там, ну, у нас же очень большое внимание творчеству уделяем, поэтому и музыка, и все это звучало, и у нас много очень мероприятий там проходило, есть возможности. Большой зал, и все это было. А вот приехал новый директор в 2013 году, и тут же был приказ, через месяц, наверное, освободить помещение. Это было неожиданно? Да, я считаю, что да. Я никак не думала, что вот так вот, безо всякого. Причем он не любил повторять несколько раз, поэтому он когда сказал, надо было срочно выполнять. А я растерялась, потому что тут еще одно мероприятие, другое мероприятие, все это у меня по плану, все надо проводить. Пожалуйста, у нас вот должно быть 20-летие юбилей, мы должны провести. А каким образом? Не репетировать ничего нам уже нельзя. Ну, он ведь не только сказал это, он воплотил это, свои слова в действительность. То есть запретили нам в кружке детей водить. Ну, тут мы стали, конечно, колоколабить, и получилось так, что вот вы прореагировали, телерадиокомпания АК, они засняли факт тот, что дети пришли с родителями, их не пустили на вахте. Вот это было. И когда это все было написано, Мещерская сторона написала, детей выгоняют на улицу. Это коррекция. Им это не понравилось, понимаете, это не понравилось. Ну, это что было, как угроза. И дальше уже они осуществили свою угрозу, вот в чем. То есть они опечатали нашу комнату. Слава богу, все это кончилось. Но это у меня как страшный сон, потому что это не просто было для меня вот, ну, как сказать, я даже дважды или трижды была в кардиологии, понимаете, вот лежала в кардиологии, может быть, и это сыграло. Ну, не можно быть, а точно. Давайте о хорошем. Я слава богу, что я хочу. Да, но тем не менее, вы знаете, мы продолжали работать. Мы продолжали работать. Мы продолжали работать на дамах у каждого. Там где-то у меня пели, поскольку инструменты есть. Где-то у наших мам, которые руководят кружками, вот, у них на даму занимались. Вот, где-то мы там библиотеки больше. А какое количество человек вообще у вас? Ну, вот семи, я считаю, что у нас где-то более 30 семей. Вот на учете так состоят. Конечно, не все ходят заниматься, потому что не каждый может, как я уже говорила. Но забота, в общем-то, бывает о каждом. Если они не могут, там, если что-то у нас бывает как-то интересное, мы приглашаем их на мероприятия. Если новогодние подарки, значит, подарки обязательно всем. Если какие-то поездки, то мы их приглашаем. А у нас это все есть. Почему так близка эта проблема? Почему вы решили вот так активно этим заниматься? Да вот, в 81-м году случилась вот такая вот, я не знаю, ну, тогда это я была в таком шоке, что у меня вот родился ребенок, поздний ребенок. Ну, вот получилось так, что он нездоров. Вот, и поэтому, когда я ушла в тень, ушла, я совершенно ушла в тень, я настолько была убита, что я просто, не знаю, для меня ничего не существовало. Вот я... Только беда и горе мое, и все. Почему я задала этот нескромный вопрос, чтобы маму, у которых есть проблемы, чтобы им посоветовали, как себя вести, чего не нужно делать, не опускать руки, двигаться вперед? Нет, сейчас, вы знаете, я хочу сказать, что сейчас время совсем другое. Жизнь другая, люди другие. И если вот немножко, даже какая-то у меня ностальгия по поводу того, что вот настолько все изменилось. Темп большой жизни, молодежь стремится всегда куда-то бегом-бегом. Вот, когда я поговорила, меня пригласили в одну организацию, где дети сидят на ромдауна, я когда сказала, что дай бог, чтобы все-таки мероприятие, говорю, у вас было замечательно, дай бог, чтобы по-моему, еще было таких мероприятий. Представляете? То есть я имела в виду, что все-таки не было таких аномальных детей. А мне мама ответила, это счастье, такого иметь ребенка. Так что им не надо сейчас внушать, что это. Они еще не испытали того, что испытали в мае, понимаете? А у нас сейчас проблемы, как они были, так они и остались, я считаю так. А то, что мы латаем дыры, что-то где-то, мы им делаем, конечно, праздники, мы им досуг создаем, мы их развиваем, мы с ними занимаемся. А вот большинство этих ребят, вот они уже, некоторые уже выросли, некоторые почти выросли, они могут трудоустроиться, какую-то элементарную жизнь вести, все получится? Дома, везде с мамой, с бабушкой, с мамой за ручку, в основном. Есть и самостоятельные, есть, но это единицы. Вот они ходят там, вот этот у нас есть на Грибоедово центр, вот там работают, ну, единицы. А в нашей организации в основном вот такие детки. Но есть вот неговорящие, вот тут вот на фотографии видно мальчик. Есть что-то, что сделает предновогодние хлопоты для вас приятнее, и ожидание праздника еще усилится? Может быть, чего-то не хватает сейчас? Вот не хватает, знаете чего? Общения между остальными людьми, остальными вот организациями, их очень сейчас много. Ну, и каждый как бы вот старается, как все говорят, одеяло перетаскивать, нам говорили так, на себя. Ну, не в этом дело. Каждый идет своим путем. Это правильно. Потому что некоторые, в некоторых организациях очень способные руководители, тоже мамы, которые имеют вот таких детей, они говорят, нам нет кого, нечего ждать. Мы будем делать все сами, мы идем своим путем. Вот, пожалуйста, свой путь, знаете, такую организацию. Нам, слава богу, дали помещение, оно, пусть оно подвальное, то мы на четвертый этаж тоже с трудом забираемся. Во всем есть плюсы, это самое главное. Да, а теперь очень даже неплохое. Пусть поменьше, там немножко потесновато. Ну, в общем, приличное довольно-таки помещение. Мы благодарим всех тех, кто нам все-таки... Спасибо за то, что пришли. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok